Наверное, мало кто знает, но самая многочисленная и самая организованная политическая сила России в городе Артёме обитает именно здесь, вот в этом офисном здании. Сегодня приём граждан ведут руководитель местного отделения партии Ольга Васильевна Будковская и депутат законодательного собрания Приморского края Пётр Владимирович Журавлёв. Многие полагают, что самый простой и верный способ решить свои житейские проблемы – это обратиться к депутату. В основном это всё-таки вопросы ЖКХ. Их самое большее количество волнует людей. Те же оплата за капремонт и за ОДЭ. Ну, также и социальные всевозможные вопросы. Зачастую после депутатского вмешательства вопросы начинают решаться. Но только те, которые входят в компетенцию местного самоуправления. Есть блок вопросов, которые мы не в состоянии просто решить. Вот сегодня был вопрос о том, что живут в ТСЖ, например, жильцы. Одни жильцы исправно платят за потребляемые услуги, а другие жильцы этого не делают, к сожалению. Вот повлиять на тех, кто не платит за услуги, ну, наверное, как бы невозможно. И приказать всем платить. Часто на приём к депутату приходят люди, которые для себя ничего не просят. Но беспокоятся за дела общественные. Я пришла с вопросом по освещению к школе, к садику. Почему у нас квартплата больше, чем в остальных населённых пунктах по Артёму. И третий вопрос, почему у пенсионеров стали убирать субсидию. Людмила Ильинична беспокоится за всё, что связано с родным селом Суражевка. И на этот раз надеется решить, если не все, то хотя бы часть проблем. Основная работа депутата начинается не на приёме граждан, а сразу после него. Потому, чтобы решить даже маленькую проблему, необходимо задействовать много других, ответственных людей. Тех, кто изначально должен был заниматься этим вопросом. В депутатах видят какую-то поддержку и возможность продвижения их вопросов, конкретно граждан. Всё-таки, наверное, больше доверия. Мы, наверное, ближе всё-таки к людям, потому что мы чаще принимаем и работаем. Я не хотел бы говорить о том, что у нас иногда отталкивают просто этих людей в органы государственной власти. К сожалению, такое тоже бывает. Но это скорее, конечно, единичные случаи, нежели какая-то система. Единый день приёма по личным вопросам для Петра Журавлёва прошёл напряжённо и насыщенно. Но в целом депутат удовлетворён взаимодействием со своими избирателями. А избиратели надеются, что слово депутата – непростое обещание. Александр Наточев, Денис Наддельный. Дана Михайлова. Городские новости. Александр Наточев, Денис Наддельный.